И снова всем привет! Мы возвращаемся в нашу уютную, немного даже жаркую, я бы сказала, студию, чтобы продолжить трансляцию квалификации на Manila Major Американского региона. Второй матч по два серии команд FDL и Enemy GG. Первая игра, конечно, была просто потрясающая. Не знаю, с чем ее вообще можно сравнить. Да, там первая игра 40 тысяч преимущества у нас отыграли Enemy GG. Ну, возможно, сказывается опыт, потому что, как ты уже сказала на начале той игры, стак действительно довольно опытный. Сделали они с момента интернешнала, то есть мы представляем уже, сколько существует эта команда с момента Инта. Они сделали всего лишь пару замен, которые и то были в начале, которые, в принципе, позволили сейчас им чувствовать себя довольно комфортно и играть так, как они играют сейчас. Да, вот 40 тысяч — это все-таки не шутки. Ну и FDL, Friendship, Dedication, Love. Команда, которая пробилась из OpenQual, банит сейчас Баунтихантера. А за Баунтихантером Дума? Да, потому что, к сожалению, их принципы, я имею в виду дружбу, любовь и преданность своему делу, видимо, не совсем помогли им в предыдущей игре. По крайней мере, они помогли зайти на хайграунд против Тинкера. Игрой, конечно, убийственный, и мне очень интересно, будут ли они его банить в этом матче, именно вот в этой встрече, потому что в первой фазе они уже точно не убрали, но у них еще есть три пика впереди, три баны, вернее, впереди, и есть спейс для того, чтобы от него избавиться. Да, ну и в первой стадии отлетает у нас Аксевич, как и в прошлой, собственно, игре на прошлой карте. Ну и Фурион. Фурион на прошлой карте был. Был от команды FDL как раз, ну и эннами его забанили, забирают себе Бистмастера. Очень часто мы видим Бистмастера на ФП, довольно популярный метавый герой, что тут еще сказать. Очень универсальный, его ставят на первую позицию, и на третью, и на четвертую влез. И, кстати, потенциально он же может стоять в миде, просто как-то вот в последнее время не складывалось у него, я особо в миде его не наблюдала. А раньше, в старые добрые времена, в старые добрые патчи, он вполне себе отлично там себя чувствовал. Да уж, ну и чем будут отличать? На ФП зашел Бистмастер, ну и сейчас два пика от команды FDL, у них есть возможность сделать сразу. Ну и тут, наверное, стоит все-таки подумать, потому что Бистмастер и стратегии, я думаю, используют разные. Вот Вичдоктор, который в прошлый раз сидел в бане, появляется сейчас, и второй пик будет. Команды FDL, будет ли это вот та самая страта через Хилл знаменитая, или это Вичдоктор просто как... Ну, кстати, когда мы с тобой обсуждали в прошлой игре Бандвич Доктора, мы уже всего плюс-минусы перечислили, думаю, не будем повторяться. Да, да. Нужно просто подумать о том, что могло бы с ним хорошо просочетаться, и я вот первым делом вспомнила старого доброго Вайда, который сейчас тоже очень юзабельный, который выставят в оффлейн, и который при этом, ну, функцию кэри реально может выполнять, выносить кучу вещей в лейте, и очень много урона. Да, но это пак, который тоже очень хорошо с ним сочетается, и который ставит Dreamcoil, и, собственно говоря, ты не можешь убежать, а если, ну, правда, не единственный минус в том, что БКБ все-таки на Dreamcoil работает, ты можешь его разорвать. Ну, а ты можешь сделать, в свою очередь, гоним на паке? Ну, да, который будет от Ангелера, но это все-таки, это уже такие, а если бы, а если бы, да. Но пак, собственно, тоже неплох, потому что, особенно на ранней стадии игры, ставится палка, и так далее, и так далее, мы знаем, что происходит. Еще один потрясающий герой вылез из бана в прошлой игры, это Алхимик. Да, но мне очень интересно посмотреть на использование, будет ли это Алхимик православный или Алхимик с Акторином, тот самый знаменитый Алхимик. Ну, мои любимые Алхимики, это, на самом деле, ни то, ни другое, это Алхимик вот через SolarCrest, через Splint Tagger, но как раз-таки в этом патче все поголовные, считай, играют через Радианс и Акторин. Ну, вот, Winterweaver, не, ну, в принципе, Радианс собрать можно, это еще более-менее айтем, но вот эти вот, именно Манты Акторин, но использовать Алхимика, для чего же ему собирают Радик Манты Акторин, давай вот так, подискутируем немного. Чтобы его использовать, по сути, как нагу, потому что Алхимик юзает ультимейт, и типа, чтобы уменьшить кулдаун на Манте и на самом ультимейте, ты его используешь просто как нагу Сайрон, отправляешь две иллюзии для того, чтобы пушить, отпушивать какие-то лейны и так далее, но, а в драках такой Алхимик довольно слаб. Не, подожди, это одно из, то, что ты описываешь, да, это дает ему буст для сплитпуша, но Алхимик, у которого меньше кода ультимейта, это более живучий Алхимик. Также я напоминаю то, что у Алхимика очень мало ХП, он выживает за счет Орегена, и мало того, что Акторин сам по себе бустит его ХП, внушительно бустит, он там как, ну, просто в чистом виде дает хитпоинты, так плюс ко всему вот эта комбинация Радика и Акторина, она еще больше усиливает его реген, то есть герой, он выживает в тимфайте за счет того, что у него колоссальный ХП-реген, и к его родному колоссальному ХП-регену плюсуется еще вот бонус от Радика Акторина, то есть это в теории можно легко описать, почему это функционально, почему это должно работать. Да, ну, не знаю, я приверженец той теории, то, что есть у нас такой персонаж, такой, вернее, не персонаж, а такой товарищ Атун, это игрок перуанской команды, и выступали они на франкфуртском мейджоре с командой из Перу под тегом Team Unknown, и именно Атун показал силу как раз-таки вот того самого Алхимика, который собирает через Армлет, я не помню, кого он там изничтожал, по-моему, они и Груту все равно проиграли против LGD, по-моему, она была, если я не ошибаюсь, возможно, могу и ошибаться, это дело такое, но тем не менее этот Алхимик, он очень опасен, очень силен, вот как герой, как Керри, как просто герой, который бьет с руки, и посмотри, бан Ancient Operation, вот только хотел я послепить Алхимика. Это очень, это очень неразумно, тут, наверное, даже особо нечего обсуждать. Это дефолтик, это просто дефолтик, потому что здесь против Алхимика, когда увидел я его в первой стадии пиков, понятное дело, что во второй стадии банов должен отлетать аппарат, ибо его просто бы забрали. Ну и Лайфстиллер тоже уходит в бан, потому что это тоже довольно неплохой герой против Алхимика, вот против такого силовичка. Ты против любого, на самом деле, жирного персонажа. Да, и жирного силовика. Так, ну и что остается у нас в команде FDL? Как они распределят свои ресурсы, Феникс появляется, да, но здесь, на самом деле, яйцо, тот же Алхимик под ультимейтом может сломать яйцо, ему как бы не страшен дэмэдж, который наносит Солнце Феникса, и просто может подойти и разбить, особенно если он будет хорошо фармить, и дела у него будут идти хорошо, будет запакованный достаточно Алхимик, будет Фениксу, скажем так, не очень приятно. Но Феникс, посмотрим, опять же, смотря на какую позицию он будет стоять. Будет ли это Кор Феникс на третьей позиции на оффлейне, либо это будет суппорт Феникс. Возможно, возможно, это будет суппорт Феникс и Войт в придачу на оффлейн. Ну, помнишь эти вот через Санрей? Да, да, но, кстати, сейчас, опять же, Феникса, мне кажется, я в этом патче чаще видела именно на суппорте. Ну, да, на суппорте. Но первую вообще, по-моему, эту тему просекли китайцы, показали Феникса, который Максит Санрейк в комбинации с Войтом, и сейчас, возможно, мы увидим именно это, потому что довольно популярная тема была на шанхайском мажоре. Ну, с тех пор... Рикимару появляется! Да ладно! What? Ну, да, его недавно добавили в Кэптанз Мод, его прилично апнули. Рикимару, я не знаю, смотрела ли ты, но я точно видел Рикимару на виплей, кажется, от Вега Сквадрон, Рикимару от Соло четвертой позиции. Ну, по сути, как Баунти Хантер, как Роумер. Да, вот ты знаешь, я в свое время очень много в паблике как раз-таки играла на Рикимару, ну, еще, понятное дело, до этого патча, именно как Роумящим Суппортом, вот именно в стиле Баунти Хантера, и это реально герой, и в такой формат герой, который имеет право на жизнь. У него очень жесткий Роуминг потенциал, и мы сейчас посмотрим, как его аниме джи-джи завязают. Но Соло тогда на Рики он вынес диффуза, по-моему, на 22-й минуте, кажется, что есть довольно неплохой тайминг, учитывая то, что это действительно Рики Суппорт. Ну, посмотрим здесь. По сути, это может быть и Керри Рикимару, и Медовый Алхимик. Почему нет? Но как раз-таки вот мы про Баунти Руны говорили, да, они больше не дают экспы, но здесь за Баунти Руны будет драка, по крайней мере, ариенами джи-джи будут 100% пытаться отжать. Ну, то есть как бы одну Баунти Руну 100%, я имею в виду Баунти Руны, которые будут последующие появляться, 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 они будут пытаться их отжимать для Алхимиков. Ну, разумеется, разумеется. Я помню раньше, вообще, когда только-только Алхимику дали вот этот вот буст при поднятии Баунти Руны, я помню, там люди просто суицидились в компетенте в Доте, они шли и суицидились за первую Баунти, чтобы Алхимик не получил этот бешеный буст золота. Это, ну, в первую очередь золото, конечно. Да, очень забавно, очень-очень забавно то, что не всегда получалось отжать эту Руну. Ну, ты засуицидился, красава, молодец. Да, Руна-то. Да, Руна-то, Алхимик, он получает в два раза больше, считай. Смотри, в ДЛ опять очень много крутой инициации. Есть таргет-инициация в лице Бэтрайдера, есть пак, который ловит сразу уйму людей, и все это прикольно сочетается с их остальными героями. О, а вот аниме GG опять делают ставку в пользу сейв-суппортов, посмотри, добирают Оракла. Ну, против Бэтрайдера, собственно, хороший вариант, чтобы не ловил он в лассо, он как бы просто кидает свой вот этот вот ультимейт в фелс-промис, отхиливает там, ну, делает, в общем-то говоря, все, что хочешь, чтобы засейвить этот таргет, который словил Бэттик. Это очень грамотно. Ну, в общем, скажем так, Оракл один из тех героев, как и, в принципе, там тот же Shadow Demon, про которого сейчас почему-то забыли. Один габлак только на виплее вспомнил. Вот, и вот таких героев, например, как Абадон, которые сводят инициацию Бэттика просто на нет. Оракл именно один из таких героев. Ну, вот Бэтрайдер, он очень хороший герой, но, как ты верно отметил, есть очень много персонажей, которые, ну, просто куйму дискомфорт ему доставляют. Это Оракл, это Винга, это Легион Коммандер, это Shadow Demon, это Абадон. Некоторые из этих героев, конечно, незаслуженно забыты, а некоторые вполне юзабельны. Вот та же Винга, ее можно постоянно встретить, что в паблике против Бэтрайдера, что в Компетити в Доте. И, понятное дело, что это не делает игру Бэтрайдера невозможной, но это очень сильно усложняет для него инициацию, добавляет каких-то новых задач в плане, знаешь, выбора позиций перед тем файтом. Вот бедные Бэтрайдеры. Я чувствую вашу боль, просто Бэтрайдеров по всему миру. Нет, ну вот такие вот довольно достаточно рукастые Бэтрайдеры, кстати, посмотри на Бандах Морф, Дроу Рейнджер. Ну вот, в принципе, Бандах Рейнджер меня не удивляет, потому что четыре Рейнджа уже есть в арсенале у команды FDL. И, знаешь, есть такая вот тенденция. Видишь, четыре Рейнджа, нужен Кэрри там. Ну, с ней нужно Тирана давить, потому что, как лайтовый Кэрри, она, честно говоря, так себе тот же Рикки Мару Мирана появляется. Вот очень интересно. А теперь лайнап команды Enemy GG. Мирана Кэрри или Мирана Роумер? Потому что здесь одно из двух, такая себе рулетка. То есть это либо Рикки Роумер, либо Мирана Роумер. Тиррор Блейд появляется. Вау, ты ладно! Что сегодня за драфты? Просто бешеные какие-то, невероятные. И сейчас вот именно будем смотреть на лайнап. Мне очень интересно, как это все будет выглядеть. Будет это действительно Рикки Суппорт. Ну вот мы видим Слейер садиться на Мирану и Тиррор Блейд. Да, персонаж действительно, скажем так, хорош. В определенных моментах его позабыли. Позабыли просто потому, что он достаточно тонкий. Ему сейчас апнули этот армор, поэтому на линии, в принципе, будет стояться... Ну, комфортнее, чем было раньше, это точно. Ну и сейчас вот ждем, пока герой у нас... Всех героев разберут. Пока что остался только Рикки именно. Слушай, ну... Да, возможно, что-то обсуждают сейчас команды. Ну, либо просто АФК ушел. Один игрок команды... Может быть, никто не знает, что можно сделать. Да, один игрок команды Энами. Ну, бывает такое, что просто обсуждают, не берут героя. И сейчас разбирают у нас все-таки героев. Можно представить у нас команды. Начнем. Мы с тобой уже, по идее, представляли команды. Я думаю, что имеет смысл. Ну да, ну напомнить, все-таки это Best of 2. Я думаю, третий раз уже нам в любом случае не придется. Это я для разнообразия представлю Enemy GG, раз я в прошлый раз в деле представляла. О, окей. Флайн Зебра их капитан будет играть на Рикки Мару. Это, кстати, очень интересно, потому что Флайн Зебра, по идее, вообще пятую позицию обычно исполняет. Ну, посмотрим. Этот раз он, видимо, будет... Это Рикки Суппорт 100% Флайн Зебра. На бот отправляется Слэйр на Миране. Фроузен будет Суппортить на Оракле. В Офлейн идет Соверин на Бестмастере. Видят Рикки. Видят Рикки, сейчас кассочки полетели, и это может быть смерть первая для Рикки. Вот так вот. Арбат Пака просветили. Да, и все-таки это Ферст Блак. Его реально просто, знаешь, классическое слово, просто прочли. Просто прочли вот этот стандартный мув от какого-то Инвизора, который идет скаутить перед Руной. Ну и посмотри, вот этот в центре вард, который они ставили на ХГ, Рикки мог спалить, но он не спалил вард, который поставили в миде. Тоже на ХГ у себя Дайры поставили. Но так, ты закончила там представлять? Ну, не представляю, у нас у нас настолько Мистер Алхимик. Без Джей будет на нем играть. Да, ну и... И будет стоять в миде. Да, ну и, собственно, за Радиант будет... А, нет, стоп, это же ты представлял. Так, за Дайр у нас будет играть FDL. Команда из OpenQual CC будет играть на паке. Стэн Кинг будет играть на Вич Докторе. Тут замес у нас начинается на баунде руне. Но Алхимик не дадут ему руну. Ему просто не отдадут руну. Пак может отъехать, но он будет суицидиться, скорее всего, об Рошана. Да, делает он тычку, Рошан. И еще успеть ли добить Оракл? Нет, не успевает добить. 1-0 в пользу Рошана. Но на самом деле 1-0 в пользу FDL, потому что Рикки они все-таки тогда потеряли. Но, тем не менее, они сделали ФБ, они не отдали руну Алхимику. Тут сделали попытку напасть на Бэтрайдера, но она не удалась. Стрелой мажет Слэйр. Да, там просто... Герой отправляется в освоясь, на самом деле. Попытка. Но Алхимик, он, прошу заметить, он вкачал Асид Спрей на первом левеле. Поэтому он, собственно, убежал и не стал драться за эту руну, не стал даже суицидиться. Потому что был Асид Спрей и не было никакого смысла. Ну, возможно, это такая уловка. Нет, я думаю, что он на месте сделал это решение по Слэйру. Да, да, да. Да, ну на месте. Но именно уловочка такая была небольшая в этом. Потому что все-таки Пака чуть не убили, но шанс был, шанс был, безусловно. И все-таки я представлю наконец-то, потому что Дастут Экшн с первой минуты, представлю команду, которая играет за Дайер, Си Си на Пакистан, Кинг на Вич Докторе. Бит будет играть на Terrorblade, Фронс на Фениксе и MJV будет играть на Бэтрайдере в оффлейне. Команда FDL. Open квалификации американские. Ну что ж, и начинаем смотреть, как крепятся команды уже. Пошла, пошла игра у нас и в миде. Мы видим противостояние Пака против Алхимика. Есть Асид Спрей. Посмотрите, как больно Паку бэкстебом Рики просто наваливает. Сорбов Венома. Кстати, Рики-то он очень хорош против Пака. Вот когда вы только взяли сразу после пика Пака, я об этом подумала. Как бы Тучка решает вопросы с такими героями, как Пак, которые вообще... Да, она со всеми, по сути, решает вопросы. Мало того, она решает вопросы с героями, которые обладают там вот таким большим физдпсом, потому что Тучка дает миссы. И сейчас Паку очень неприятно. Мы видим, Рики уводит крипов от Алхимика. Но сейчас, конечно, появятся инвисы, и крипы придут сюда. Пак приносит себе нул талисманчик. Это значит, что Ботла у него, в принципе, не будет еще как минимум где-то... Ну, секунд 40, я думаю, Алхимик. Руны иллюзий появляются, но немножко не везут. Да, не очень повезло. А вот батарайдеры забирают баунти на путь. Да. Вот как ты говорил, что сразу, когда в игре Алхимик, все начинают чекать руны, начинается какое-то движение. Руны там дольше 5 секунд не лежат вообще. Уже оффлейнер там... Да, ну и Кэри Мирана, которая, не знаю, оправдает ли себя против Алхимика, но просто здесь нужно давить в early game, либо Рики потом как-то пытаться подфармливать и больше пересаживаться на роль уже кор-героя. Ну, как это делал... Опять же, игры мы можем вспомнить бесконечное количество, но только игру вспомнить на Тус Винцера, когда там Санейко топовый Нетворс держал на Наге, да, вроде как бы и суппорт. Не, ну да, это вообще уже давно обычное дело. Очень часто герои там суппортов... Особенно герой четвертой позиции, и особенно такой герой, как Рики Мару, который может просто на киллах сделать свое дело. Ну и мы видим, Бак понимает ситуацию, что опасно сейчас вот так вот просто стоять, откидывается арбой, чтобы забрать там какое-то количество крибов, но дучка... Урона не хватит на фп, конечно же. Конечно, конечно, не хватит урона, но это просто, это дикий харас, у Бака нет пока что бот, но, конечно, через 20 голды он появится, если там Рики не подрежут курьера, конечно же, но... Видели мы, кстати, как тот же Flying Zebra на Winter Vivernia подрезал курьера в прошлой игре. Что мешает ему это сделать сейчас? Ничего. Юзается скан. Юзается скан карты, и понимаем, что в лесу у нас сейчас так проблемы у Соверина, и пытается он уйти. Есть замедло от Terrorblade, да. Хватит ли урона? Вопрос. В этом нет урона, не хватает, он спокойно выживает здесь. Просто пробить, прохарасить тоже неплохо. Просто пробить, прохарасить тоже неплохо, и, как мы видим, Феникс делает TP-out, потому что не хочется ему все-таки умирать. Бесмастер довольно больно пробивает, и это было близко, я думаю, что у Фрозена... Я хочу, кстати, обратить внимание наших зрителей на то, насколько хорошо обстоят дела у Terrorblade вообще. У него просто жесточайший фрифарм здесь. 26 крипов, на 9 динаев. Он почти так же, как и у Алхимика, но Terrorblade, кстати, вороку убивают у нас параллельно. Это парни даблкил, а вот Бэтрайдера просто двоих забирает MJW и спокойно себе отправляется в таверну. Да, да, да. Но он уже не отдает, как бы, не голды толком, кроме вот этого вот... Ну, экспы точно он не отдал, только единственный, я не знаю, получил там, может быть, Рикки там какую-нибудь... Ну, чуть-чуть получил экспы просто за то, что он присутствовал там. Да, но это незначительное преимущество. Он реально, он ничего не отдал, по сути, противник, кроме голды. Ты понимаешь, мало того, что кэри команды Enemy, он просто, ну, очень плохо фармит по сравнению с Terrorblade, так его еще и убили, просто Бэтрайдер делает в оффлейне даблкил. Да, ну, вот именно... Привилиться здесь смог, ребята понимают, что здесь Рикки Мару, цепляют его, хватит ли урона убить. Ну, в компании с Бэтрайдером, может, и хватит, но нет. Блинг просто делает... Вот этот вот Блинг сейчас на четвертом левеле, он очень сильный, по 120 урона пробивает, и, как мы видим, Бестмастер, который стоит в оффлейне, он себе пока что айрон талон не купил, есть у него топорик, но я думаю, что впоследствии он будет выходить в этот талон, и Terrorblade, посмотри, уже полвышки просто спушил. И вот сейчас, что нетипично для Terrorblade, у него есть очень хороший фарм. Обычно просто вот этого вот товарища, его очень сильно гнобят. Он сейчас может сделать еще одну иллюзию, просто догрызть этот... Ну, не догрызть, как бы... Ты знаешь, от него просто отвыкли, мне кажется. Люди видят на карте Terrorblade и не помнят, что с ним вообще делать, что от него ожидать. Если Terrorblade отпускают, то эта грязь грязная становится, потому что этот товарищ не прощает. Если расфармится, если ему дать какой-то ранний там мантус кади, вот два артефакта, это все. Да, артефакты дорогие. Да, их тяжело нафармить относительно. Но если ему дают эти два артефакта, то его потом просто не остановить. Ну, по крайней мере, очень сложно это сделать. Ведь Доктор, тем не менее, вот Стэн Кинг гуляет во вражеском лесу, хочет, возможно... Нет, вардов у него нет. Просто гуляет, ищет кого-то, но сейчас он может найти свою смерть, потому что... Тут Флайн Зебр неплохо скаутит вообще всех этих вражеских героев. Неплохая тусовка собирается в лесу. И Слэйр может погибнуть, Керри Мирана победит. И минус 2, просто спасибо Каскуму за это, просвечивает Рикимару, Феникс давит ему на опережение. Это минус 3 будет. Даблкил от Пака. Да, уж неплохо, неплохо. Ну, знаешь, казалось бы, на первый взгляд казалось бы, что это ребята из ВДЛ загуляли во вражеском лесу, а на самом деле это Энними в самом лесу загуляли. Да, но они думали, что Вичдоктор тут один, и прекрасный байф получился по итогу, но 1-6 начинает команда ВДЛ. Ты понимаешь, по идее, не должны они были так думать, потому что Рикки же в скауте, у него была возможность и на лоу-граунд спуститься, и без леса посмотреть. Да, но он этого не сделал, потому что он конкретно к Вичдоктору прицепился, и все, и скорее всего... Очень аккуратное решение такое получилось. Да, но как это бывает, это... Давай, идем, давай, идем, смотри, смотри, идет, идет. Поэтому, собственно, вот так вот... Не наценили соперника, на самом деле. Да, имеем то, что имеем, просто думали, что действительно он загулял, но я думаю, что если бы он был такой бесстрашный, то вряд ли бы он совершил такую ошибку. Алхимик покупает себе Айрон Талон. Видим, что это появляется у него Халм оф Айрон Вилл. То есть это будет православный Алхимик через Армлет. Да, Алхимик. Ну, а ты понимаешь, что Армлет ни о чем не говорит? Что мы на виплей наблюдали Алхимиков, которые делали Армлет, а потом выходили в ради Кокторин Монту? Да, тоже есть такая контенция. Просто Армлет все и наапнули, и ой-ой-ой, и тут на боте происходит небольшая заруба, и так не могу, если на боте убивают. Оракла опять у нас убивают, да. Причем был Вард здесь... А, ну, он как раз, наверное, таки его и поставил, и это повлипло за собой смерть, потому что Вард свеженький довольно. Я думаю, что если бы там был Вард изначально, вряд ли бы он так ошибся. Но мы видим у Террор Блейда уже... Видно, 16 крипов... 62 крипа. 61 был, да, 62 крипа покупается. Я думаю, что это наш последний взгляд на Лос-Хиты, мы переключимся на Нетворса уже. Да, на Нетворса, и посмотри, что покупает себе ТБ, он покупает Виталити Бустер, понимает, что он достаточно тонкий по ХП, именно армор, как мы видим, у него 14 армора, и это Вангвард. Вангвард, да, нетипичный билд, что скажешь, но посмотрим... Знаешь, нетипичный билд, нетипичный герой, но и ты вспомнишь, что Вангвард стал гораздо сильнее, что из него теперь собирается... Абисал. Да, ну и для Террор Блейда, как и для потенциального... Ну, он же не всегда ранжевик, правильно? Не всегда он ходит в трансформе. Да, его жир вообще вреда не нанесет никакого. Да, для Террор Блейда, как потенциального какого-то милишника, который может собрать себе Абисал и бить с ним, то это очень даже хорошо. И как мы видим, ТБ от Алхимика ненамного-то и отстает по Нетворсам, несмотря на то, что это все-таки Алхимик, который обычно должен держать топ-позиции, топ-фарм, посмотри, что покупает пак, Вейл оф Дискорд. Первым айтемом, да, у него мало ХП, да, у него там, по сути, нет какого-то, ну, какой-то мобильности, кроме Арбата и пейс-шифта, но, ну, Блинк добавляет мобильности, естественно, паку, но, тем не менее, сейчас маг-дэмэдж будет носиться нереально. Ну, сейчас вот эта вот тенденция тоже наблюдается. Мне кажется, что пак, который... Вейл на паке сюда? Да, который рашит Вейл, это сейчас уже больше дефолт, чем пак. Посмотри, опять Винч-доктор, опять Винч-доктор тянет на себя Алхимика, ходит здесь пак. Тут, тем временем, под Т1, за Руба, заедает Битрайдер, очень ему больно, его тут сбривают, ну и Феникс, Феникс! Как же больно, он прожигает, просто нереально, нет ультимейта еще, поэтому... Да, погибает, но это размен на, получается, гор-героя, да? А драка-то продолжается или нет? Будут ли дальше бежать за паком? Да нет, пак уже будет улетать, потому что прекрасно понимает, что если у пака Арба, он может уйти, но, тем не менее, Террор Блейд в драках не участвует, он все это время фармит. Вот на Фейтер Кэп можно обратить внимание, потому что так-то преимущество было неплохое на стороне FDL. Да, но эти два фрага, конечно же, дали свои плоды, и безусспорно... Это были очень вкусные фраги, на самом деле. Безусспорно. С учетом разницы в дворсах. Можно, кстати, в первый взгляд, бросить беглый на графике. Но Кэри Миран отстает от Террор Блейда на 2500, это очень много. И посмотри, выход в смаке. Бестмастер, 6-й левел уже имеется, имеется рор, также слейер... Успеют ли они кого-то зацепить? Нет, нет Moonlight Shadow, 7-й левел Мирана, но нет Moonlight Shadow, полетела стрела и попадает! Ее ловят ее! Просто таким краем! И рор должен быть по таймингу, есть рор по таймингу, и убивают пака. Супер! Выход, и стрела просто крашком зацепила, пак пытался, ну, он уворачивался от нее, я не думаю, что там затуп какой-то был, просто-напросто... Ты понимаешь, мне визуально вообще казалось, что стрела сейчас и мимо попадет. Да-да-да, мне тоже... Самый краешек хитбокса героя он попал, в самый край. Мне тоже казалось, что стрелами сонет, и это на самом деле очень странно, потому что... Ну, у самого такое бывает, ты знаешь, когда играешь... Обратите внимание, что Мирана, она, скорее всего, будет рашить и гоним. То есть Мирана, она здесь даже выступает не в роли какого-то традиционного керри, а вот этой новой Мираны Нюкера, которая будет, скорее всего, бегать, с блинком играть, как Сумаил, как мы неоднократно это видели. Да, но... Мирана, которая рашит и гоним первым айтемом, очень сильна тем, что Нюкер-то как раз-таки очень сильная на первых лвлах, вот именно в верлигейме. Потом, конечно, они немножко теряют свою актуальность. Ну, например, на сороковой минуте, я бы думаю, он не стал бы слейер себе покупать агоним, потому что можно купить слоты в разы полезнее. Но сейчас агоним, если он его тем более быстро соберет, сейчас агоним даст хороший буст Миране. Она просто будет идти, и действительно, такие тонкие герои, как Пак, который, кстати, даже не загредил себе ПТ, от этого у него просто-напросто 800 хитпоинтов, и очень тонкий герой будет получать этот Штармсторм в лице и лопаться моментально. Знаешь, я очень... Вот у меня просто душа болит, когда я вижу инициаторы без блинка. Да, но зато с драмами. Это касается и Бэтрайдера в этой игре, и Пака на самом деле, а там на том, как просто Мирана забили стрелой, попало, ничего особо. Да, ну, тем не менее, как раз-таки вот Бэтрайдер... Вот инициатор без блинка, я не знаю, честно говоря, первый раз вижу, чтобы на Бэтрайдере не собирали там фестайтом Амблинка, собрали именно драмы. Нет, на самом деле, это тоже тенденция уже более-менее популярная. Видел, это вот на Тайдхантере, это вот очень популярно, когда на Тайдухе собирают драмы, потом грифзы какие-то. Ну, в принципе, это, кстати, Феникса у нас. Я слышу звуки лосок, где-то ловят на топе. Алхимик, но алхимик в инвизе, есть ли чем его светить? Покажите мне, что... Да, инвиз Мирана... Да, просто инвиз не контрится, инвиз неуязвимость. Да, Рики Имба, не контрится. Да, тем более, когда в команде есть Рики Мару, кстати, как-то глупо не носить с собой хотя бы просветки. Но это лично мое мнение, конечно же, про игрокам виднее. Ну и что же, Флайинг Зебра блинкуется обратно. Ну, возможно, видели его. О, Пак Дримкоил по троим! Феникс летает! Есть ультимейт Феникса! Ультимейта нет! Пятый левел Феникс! Одного крипа не хватает Фениксу до ультимейта. Пак ловит Сайленс, пытается уйти, но Пака здесь, возможно, догонят! Но, тем не менее, сейчас это его очень сильно спасло. Нарики, будет ли какой-то фоллоу? А вот и ультимейт Феникса. Ну и неплохо потрапились для себя ФДЛ, по сути... Оракла! Оракла! Будут ли забрать здесь сейчас Оракла? Он тебя пытается сейвить, кидает на себя ультимейт. Да, его здесь все равно... Фолспромис... Да, Фолспромис он на себя не кидал, не поверил в то, что его смогут забрать, но, тем не менее, забрали. И это минус 3 сейчас для команды ФДЛ. Очередная победа в тимфайте, скажем так, и пуш-вышек даже не только Т1, а и Т2 тоже заберут, потому что это Террор Блейд. Террор Блейд очень силен в этом деле. Террор Блейд справится. Рики покупает себе фейс. Фейс Бутс, это говорит нам о том, что он такого дамагера будет собираться. Ну да, ты знаешь, это в принципе реально вот такой вывод можно было сделать еще по Итем Билду Мирана, что она не будет таким, как я уже говорил, традиционным керрией. И получается, может кто-то, кто будет носить физуром, кто-то будет на подхвате у Алхимика, и Рики идеально вписывается на эту роль. Да, но не забываем о том, что Рики еще все-таки как бы и суппорт, поэтому Фейс Бутс есть, а вот, например, ну, как говорится, ранних каких-то вот супер артефактов на урон он не получит, потому что он все-таки покупает себе варды, он не фармит. Ну да, но тем не менее, варды тоже дают свои плоды. Вот купил за 200 голды пачку вардов, нашел вражеский опс, разбил, уже 100 голды отбил. Сейчас всякие варды, телепорты, все это ощутимо подешевело. Ты и так много золота на это тратишь. Ну да, но варды, по-моему, в позапрошлом патче, там по одному сталь покупать. Да, да, ну просто тенденция есть такая, что расходники дешевеют. Да, постепенно мы приближаемся к игре, не буду называть... К игре, которую нельзя называть. Да, к игре, которую нельзя называть, как Волан-де-Морт, поэтому... Ну что ж, первая некрономикода покупает себе Бестмастер, и все-таки ты была права, Алхимик-то Радианс себе купил и Смок, выход Смоки у нас, мы видим, от команды FDL, Феникс, есть Бетик, есть Вич-Доктор. У Бетрайдера имеется уже Блинк-Даггер. Кстати, очень хорошие тайминги, но мы видим он... Кстати, четвертый по Нетворсу, поэтому понятно, почему. Откуда такие тайминги Рики будут? Ставится антриван. О, отлично, у него есть детекшн. Потрясающе. Я думаю, что Рики здесь, скорее всего, погибнет. Нет, у него никакой опции выжить. Есть, у него есть ультимейт, и будет ли Блинк? А будет ли Блинк? Есть, на кого Блинкануться, но палка от Вич-Доктора и Солнца Феникса просто не прощают. Так-то очень ультимейтов, получается, потратили в одного Рики. Да, учитывая то, что это Рики-Суппорт, конечно же... У нас ушло Лассо, у нас ушло яйцо Феникса и ушла палка Вич-Доктора. Ну и что это за ход на ХГ? Честно говоря, не знаю, как... Ну, с Тараблейдом? Да, Тараблейд с Мангладом. Ну, он, конечно, стрелал, но я не думаю, что мы рано в состоянии что-то ему сделать, как-то флуапы не стоит ожидать здесь. Все-таки отходят они, но согласись, что Тараблейдом очень колоссальный наносит. Знаешь, как я это называю? Я называю это тошнотворный пуш, когда вот ты, допустим, у тебя... Ой-ой-ой, Алхимик заходит и с Радиенсом начинает больно прожигать... Срежает листан и успевает его дожидать. Да, но Вич-Доктора, тем не менее, Оракл... Сам Алхимик очень больно здесь не погибает. Погибает Алхимик! Зачем же он репет? Он порвал Тримкоил, получил урон и умер. Поэтому вот Purifying Flames нанести урон, но получилось так, что не хватило урона и Вич-Доктор, он вот по итогу отхилил и пак сделал уже трипл-килл. Сейчас просто рассыпается команда Enemy на своем хайграунде. Ну, вернее, не прямо на хайграунде, а возле своей базы, что дает возможность Тараблейду сейчас просто зайти уже, конечно, нет формы, но Т3 Тауэр они точно сломают. Ты понимаешь, что это 16-я минута, что после предыдущей игры парни из FDL такие... Так, ребята, на 62-й мы их спушить не смогли. А 100 голды. Феникс добивает маленького Некраша, покупает 100 голды. Все стрелы поймал бедный Тараблейд, но ему это особо не страшно, не очень много урона у него входит, здесь хорошая отхила у команды. Рики на Феникса прыгает, Феникс отлетает у нас... Феникса кулдаун ультимейте еще не сможет поставить свое солнце. Но не убьют, вряд ли убьют, но возможно... Скорее всего здесь, боже, Вич-Доктор. Баночка взрывается. О, вот эта стрела. Да, Вич-Доктор... Да, Стэнкинг продано за 281. Я уже была уверена в том, что Вич-Доктор уходит. Да, но стрела залетела, конечно же, видел его Алхимик, в последний момент дал инфу, мера она сразу сориентировалась быстро, и в итоге смерть Вич-Доктора, но там нет уже Т-3 Таура, и половину рейнджового барака, да, Каспер одобряет, потому что потом его просто можно зайти и сломать. Так вот, ты понимаешь, что парни заходили на ХГ на пятнадцатой минуте! Да, и половина барака для Террор Блейда это просто смерть для Барак, потому что Террор Блейд еще сейчас закупит себе... Да, он гласально кушает. Он купил Яшу, но он покупает себе... Посмотри, в топе попытка атаковать Битрайдера, смогут ли что-то сделать здесь. И аниме нет, они расходятся. Битрайдеры чувствуют неладное, и просто кидает линию. Кстати, насчет Битрайдера с драмами. Это тоже нормальная практика. Скажу тебе больше... Мувспид. Он просто приходит, допустим, на линию, стоит 1х1, или там вообще в легкую приходит. Некоторые команды так его используют. И вообще с бросировочком приходит, знаешь, такой модный, со статами лишними. Но лишние статы никогда не помешают, тем более то, что драма, это айтем довольно-таки дешевый. Статов дает за свои деньги. Ну, как по мне, так много. Его... К тому же... Его даже немножко порезали, понерфили немножко для... Агильщиков, и драмы для Агильщиков сейчас уже... Ну, типа не такие жесткие, но на самом деле все так же остаются неактуальны. И этот фикс драмов не стал каким-то убер, не знаю, что-то меняющим. Но Алхимик, вот как мы видим, фармит. Радианс есть. На боте атака. Просто постеремонно дайвит Соберина на боте. Он погибает здесь, не дав Нерон ничего, насколько я понимаю. Отлетает у нас Фронс, и сейчас Солнце и Митя. Ну, проблема. Он умирает тоже. Я слышал особый Трайдер поймал Адмирану. Адмирану нужно каким-то образом бёрстить, чтобы она не липнула, чтобы не вышла из Салла. Фриланс есть, и сейчас пак будет залетать с Арбы, Арба у пака от кулдаунца, но этого уже не нужно, потому что и так рассыпалось. А Либат уже не был умиран, он скачет только в один. Да, рассыпалось миран. Но сейчас с Террор Блейд, у него еще есть форма, и сейчас будут заходить и просто ломать мид. А это не только рейнджевой барак, это скорее всего весь мид. Просветили Рикки, кстати. Да, просветка. Просветка висит, конечно же, не будет он, ну, не будут и его убивать, и Рикки куда-то рыпаться вряд ли будет. Смотри, попытаются выхилить Бэтрайдера, он, скорее всего, здесь живет, и Оракл, и Феникс, и он с этим его хилит, он в катерсифаре плавен, спокойно уходит из зоны ультимейта и Кимаро. Оракл хилит. Кимаро, в своем мало хп, он лопается просто под Саленсом пака. Под Вейлом, да, там дамэдж залетает колоссально. И ты так сказала, и Оракл, и все его хилят, и Оракл хилит свою хилку, когда пытаются противника заберстить, но здесь берст демеджа очень мало. И получается, он уже второй раз, второй раз, он уже сыграл в минус своей команде. Я бы сказала, то, что демеджа там и хватает, но он полностью нивелируется отхилом Феникса и отхилом Вичдоктора. Вот так вот. То есть, если бы не было вот этого отхила, то Берст потрясающе бы работал, потому что хп не так-то и много. Ты же двести, отхилом Вичдоктора, это при том, что у Вичдоктора, извиняюсь, ВД Рестарейшн первого левела. Первого левела ВД Рестарейшн это лучше. Кстати, ты заметил то, что сейчас все чаще можно встретить Вичдокторов, которые дают приоритет? Плюсы? Дело даже не в плюсах, а вообще Маледикту. Агрессивная раскачка, она все популярнее и популярнее становится, потому что в предыдущем патче в основном ставка шла на хил как раз. А сейчас вот тоже Вичдокторы в исполнении Эмпайра мы могли видеть на виплее. И это все. И вот сейчас мы видим Вичдокторы с Маледиктом на 2. И, кстати, где-то тоже недавно я видела ВД уже в этом патче, который вообще не качал ВД Рестарейшн. Да, ну вот мы видим, Рики находит вражеские ворды, но сюда приходит просто Стэн Кинг с Фронзом и разбивают их моментально, поэтому толку от этого по сути никакого как бы и нет. Ну и что? Вин у нас с Террор Блейд, с Дифузил Блейд имеется, и имеется Яша, можно собрать себе манту, чтобы были дополнительные иллюзии сейчас. Да, мы вообще пройдемся к артефактам сейчас, но у Рики ничего особенного пока что нет. Ну это супор, Рики. Фейзистики, да, все по мелочи. Мирана на пути к своему Аганиму, еще 700 голды до него надо дофармить. Все так же на пути, а уже 21-ая минута. Как-то слишком, по-моему, долго, если учитывать то, что на Творс его тиммейт Алхимика, ну это Алхимик, понятно, но все равно очень много, 16 тысяч. У Мираны, хотя на номинальной первой позиции все очень плохо, она просто, видишь, собственному оффлейнеру уступает. Да, ну вообще изначально можно говорить о том, что Мирана герои не такой уж и хороший, как Керри, но хотя мы видели много Керри Миран, которые... Ну и она не очень быстро фармит, на самом деле. Да, и... но хотя мы видели Керри Миран, которые держали Томбны Творсы, да, рассыпается просто. В атаке, что-то так-то, вернее. Вопрос в том, смогут ли они его допушить или нет. Есть ультимейта Трики, Алхимика. Алхимика просто изничтожается здесь. Белл Спромис, а спасет Ли, есть Тан, по-моему, собственную бочку зарядила себя Алхимик. Да, Алхимик, конечно, спас Оракл. Ну, Баракс здесь все-таки должны добивать. Получает Мирана, тычки Террор Блэйда, как же больно. Как же больно. Да, там даже не в липе было дело, она просто лопнула бы. Там Террор Блэйд ей чуть ли не по пол хп отрывал. Ну, ты знаешь, этот лип, и потому что он указывает на, не знаю, может на панику, может на тильд какой-то уже со стороны игроков. Пак залетает, и, по-моему, это была ошибка. Это была смерть Пака сейчас, но нет. Уходит он в пейшифт, буквально на крополях. У него еще и Улл был, не в КД. Вообще там все компоненты. Да, ну и Барак доломали, конечно, отдали Феникса, но, по-моему, это очень даже хорошая цена за Мили Барак. Получается, уже нет полной стороны. Поубивали там героев, убили Мирану, по-моему, почти убили Алхимика. Если бы не Фолспромис Оракла, его бы просто-напросто изничтожили, потому что после Фолспромиса, после того, как он закончился, у Алхимика там осталось порядка 200 хп, но это не очень много. То есть лишние какие-то, даже в Ультимейт Оракла лишние 200 дамеджа бы влетело, все, Алхимик просто труп. Ну, ты понимаешь, если честно, я даже не ожидала в теории, что Алхимику будет настолько больно. Ну, этот Эррор Блейд в форме, и сейчас, как мы видим, у него без формы 170 дамеджа в форме, мало того, что она рейнджевая, так там еще иллюзии бьют. Пак покупает себе Дагон. Оцени этот мув. Ну, он, с одной стороны, достаточно рискованный. а вот тебе и тот урон, которого так сильно не хватало для Бёрста, там, по Алхимику и так далее. На самом деле, Дагон, Пак, это один из немногих, на мой взгляд, героев, ну, которым Дагон в компетативноте нормального уровня заходит хорошо. Дагон на Паке при доминации хороший выбор. Вот именно ты четко подметила, что при доминации, потому что иначе, если, допустим, у вас игра идет довольно равная, если вы боитесь ошибиться, то для Пака есть более полезные артефакты, такие как Хекс, например. Разумеется, да, там, но поскольку здесь уже мы довольно давно не поглядывали на графики, но преимущество не такое, что большое, я тебе скажу, 5000, но это 5000 за счет того, что Алхимик в команде. Если бы не было Алхимика, у которого 18-ка Нетворса, 19 уже, то это было бы 10 тысяч, а то и больше, мне кажется. Ну, ты понимаешь, предыдущая игра, она нам доказала одну простую вещь, Нетворс, Нетворс, меня выигрывает тот, кто трон сломал. Да, на размер не имеет значения, понимаете, это как ходили. Именно Нетворс... Любопытно, что это, напарник сказал, да, ну ладно. Ну, неважно. В общем, и ломается у нас база, просто падает Т3 Tower сейчас у команды отдела. Алхимик в держать, изящно задоджил. Terrorblade, да, ну, не знаю, сейчас упадет ли тау, падает Т3 Tower, а будет... они бьют... Они бьют неправильный барак, все, дисбант forever. Ну, тем не менее, Terrorblade все-таки юзает манту. Юзает манту, сбивает себя Сайленсом, ходя из кучки. Урода просит просто. Да, здесь уже развал, здесь бегает Алхимик, ультимейте, пытается кого-то сжечь Радиком, кого-то пытается... Да, ну и это уже все, здесь вайп просто-напросто на вражеской базе делают... Фейкс, агрессивно залетает, смотри, ловит сало. Ну, бьют его здесь, конечно, но это мало что дает, бараки уже по-любому потеряны. Ну, знаешь, началась такая вот дотка, знаешь, под фонтанчиком куда-то, в бараки задавить. Да, но Мирана себя не оправдала, и похоже, что я не хочу делать поспешных выводов, конечно, но мы их и не будем делать. Нет, я этого не скажу, что это уже 1-1, я не буду это утверждать. Ты видишь? Да. Не верю Творцам, не верю зданиям на базе, сломанным или нет. Не верю своим глазам. Именно. Но там был Тинкер в команде. Тут дело в любом случае, знаешь, не с Мираной. Феникс покупает себе тайминговый медасик. Мирана просто здесь не была реализована, тут дело не в том, хороший на керри или плохой, тут просто было тяжело на линии, и не так много героев, которые 100% бы отсояли или не лучше. Там Бэтрайдер, Бэтрайдер ее просто гнобил по кулдауну, но Мирана, вот опять же, если учитывать особенности героя, герой может фармить, например, стрелами лесных крипов, как это делают многие сейчас. Я, по-моему, не видел этого. Ну, я не знаю, возможно, ты наблюдала, но я точно не видел. Вот Феникс покупает себе медасик, покупает книжечку, медасик тайминговый, вообще вопросов ноль, но это Феникс суппорт все-таки без артефактов. Ты знаешь, это такой план Б, вдруг сейчас третью сторону не снесем? А вот команда Энеми понимает, что нужно что-то делать, что нельзя так просто терпеть, рорит тут же Террор Блэйд, его пытается селить форставку Бэтрайдера, пытается селить сюда тоже. А есть у него ультимейт, и если сейчас... Нет! Заберстили все-таки ТБ, и Бэтрайдер тоже лопается, Слейер может погибнуть, может погибнуть также и Оракл, но нет, добивает, умирает Бак. Слушай, это что, это традиции американской доты такие, подожди. Ну, вообще-то традиции СНГ доты, но что-то они ударились сейчас вообще жестко. Посмотри, Бестмастер взял, заблочил деревом себе, чтобы не прошли. Очень, очень грамотный мув, между прочим, я реально оценил. Очень круто. Ты вообще понимаешь, то, что Феникс, он знал, что его союзники сейчас закинут, потому что он купил Мидас. Он понял, что еще будет играть минут сорок эту игру. И Алхимик выходит, Актарин, есть у него манта, все-таки это... Да. Это тот самый Алхимик. Ну что ж, Рошан, залетает от него стрела, будет его фармить БСД, уже заходит туда, начинает нарезать. Дэмэджа, конечно, у него не так много, но с дабл дэмэджем это порядки вещей. Нормально, раскидывается Феникс своими фаерспиритами и просто оно просто прожигает. Просто спугивает Рошана, и он его не просто спугивает, посмотри, он чуть не изничтожает бедного бестмастера. Если он здесь ставит Феникс, его пытается разобить Алхимик, но его будут мешать. И разобьет, он его не разобьет, и Бэтрайтер залетает, уже стоит палкович доктора. Как же больно всей команде Энеми, теряются уже хитпоинты понемногу у всей команды. Сейчас уже лопнул Амирана, Алхимика подсейвили. Слушай, Алхимик играет своим армлетом и выживает. Но его Оракл подсейвил, и сейчас все равно не выживает Алхимик в спуске ультимейта. Обходят откуда-то сзади, и это размен 3 в 1, 4 в 1. 4 в 1, и это Рошан, и это заход, скорее всего, на третью сторону, может быть, даже и в трон. Но сейчас посмотрим. Вот Феникс, вот прожег, просто прожег. Я даже боюсь называть, что в команде Enemy сейчас падает Рошан, и это реально может быть дикое поджигание, потому что всю игру, вот весь замес, по сути, сейчас законтролил именно Феникс. Да, он, во-первых, очень хорошо размял героев перед замесом, спугнулся Рошана, и очень четко на то взлетел. Пожертвовал своей жизнью, правда, но это того стоило однозначно. Рошан забирает Terrorblade, и вообще... Да, Terrorblade, и будет ждать отката своего, своей трансформы, и сейчас, 80 секунд, ему осталось, есть уже Скадий, что делает его очень боевым, очень плотным, как ни странно, вот на начальной стадии даун был не особо, сейчас мы видим плотность Terrorblade, она себя показывает во всей красе, уже 2000 хитпоинтов у него, и 29 армора. Вот ты скажи мне, ты видишь хоть одно препятствие на пути FDL к тому, чтобы пойти и закончить игру сейчас? Я не вижу ни одного, я не понимаю, что должно случиться, я не понимаю, какой артефакт должен появиться там на стороне команды Enemy, я просто, ну, не фиксирую это. Тингер должен появиться, но скорее всего, скорее всего этого уже не произойдет, я так думаю. вот, процентов 99,9. Алхимик, кстати, первое место занимает по Networce, но это не помогает ему отстроить новую базу, не помогает ему убить врагов. Это нормально для Алхимика, когда он занимает первую позицию по Networce и проигрывает, потому что, ну, это герой такой, который, если ты нормально играешь, ты всегда будешь занимать первую позицию. Посмотри, он не то чтобы сильно опережает того же Террор Блейда, и как очень грамотно сказал недавно Пайкат, если Алхимик идет вровень с каким-то там героем по Networce, значит, Алхимик уже априори позади. Да, но не оставлять себе на Байбэк, покупая так 3. О, Рон, Феникс, стрела в него влетает, но урон-то некому относительно. Есть кому? Мирана? И лопается уже Феникс, кстати, и Вич-Доктор тоже отправляется в таверну, но есть ультимейт от Мирана, и сейчас будут пытаться как-то драться. И он просто лопнул, боже, как же он лопнул, он был под ультимейтом Оракла с фулл ХП, и по окончанию ультимейта он просто лопнул. Да, остается Бак, который пытается дофокусить Бэтрайдера, есть Некрач, но Некрача... Ну и здесь, я думаю, Террор Блейд, у которого Даши не выбили, а Эггис просто решает вопросы. Правда, из поля зрения Сентрака убивает Рикки от спасатель, выбегает, вернее, Рикки от спасательную жизнь. Алхимик, он был, Алхимик, он был, но его уже нет, просто потому, что там действительно демэдж залетел бешеный, и под ультимейтом Оракла даже не выжил. Террор Блейд сейчас будет заходить на хайграунд, форма еще достаточно долго будет действовать для того, чтобы сломать третью сторону, просто-напросто, есть глиф, но не будет 30 секунд Алхимика, потому что он купил себе Октарин прямо перед файтом, тем самым лишив себя байбека. Да, тем самым лишив себя байбека, и сейчас Террор Блейд отходит, и Пак использует догон. Пак просто догон, он еще замаксил его, просто куллица отрывает. Правильно, разминает, 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 и тем самым заставляет противника отходить Рикениса на базу, Террор Блейд со Скади уже ломает, так залетел у нас Рикки без маны. Рикки, знаешь, урон вообще не наносит, просто как-то щекочет, вот Бетрайдера даже классно его не отнимается. При этом имеет 960 хитпоинтов, есть у него, конечно, пайпа, но как-то не оправдал себя Рикки по итогу в этом пике, получается, вот какой-то вот он как бы ни туда, ни сюда. Ну, опять же, ты знаешь, я не вижу проблемы именно там в том, что Рикки плохой герой или Мирана плохой герой. Нет, герой хороший. В целом драфт, не то, что сбалансированный, посмотрите, алхимик залетает, и сейчас будет банка по себе! Банка по себе, по-моему, от алхимии... Да, Банка! Он у него висит False Promise, но это его не сильно, по идее, спасет. Нет, тут уже все. Конечно, Бак упал, Бака потеряли, но Аегис еще действует у Террор Блейда, его никак уже, скорее всего, не выбить. В 2 минуты, кстати, еще он будет действовать. Да, но здесь уже все. Здесь, скорее всего, Террор Блейд сейчас просто-напросто будет ломать бараки. Он идет и ломает. Брик куда-то там прыгает, пытается, видимо, добрать Бетрайдера, как раз по таймингу откодешивается Форстаф, и Рикка здесь ничего уже не делает. Есть Сандер у Террор Блейда, свапается КП с Бистмастера, посмотри, насколько красиво он. Это реально было красиво, да. Да, и Бист выкупается, но это уже ничего не решит. Это ГГБП. Очень красивая игра, по итогу, получилось действительно качественно, команда с OpenQual вновь, но на этот раз она победила, и в прошлый раз у них было все для того, чтобы победить, но чуть-чуть не хватило, чуть-чуть, где-то не дожали. Всего лишь 40 тысяч преимущества было на прошлой карте, да. Но и по итогу у нас счет становится 1-1 в этой серии, и следующая игра у нас игра Digital Chaos против... Опять же, Enemy GG, которые только что играли. Да, против Enemy GG. Ну что ж, будем мы опять-таки расходиться на небольшую рекламно-музыкальную паузу для вас, для вас у микрофонов. Были Inverna и Fever, да, присоединяйтесь к нам после паузы обязательно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!